это так называемый джамбо формат стекла 6 на 3 метра просто стекло и просто вентилятор стекле который я сейчас включил который работает но при этом тут нет ни одного провода не подключается к этой плате значит каждый ламель и управляется видите как стекло будет нагреваться умело орудующего парня вы можете увидеть он делает ручную обработку стекла всем привет эта компания видео доска и мы сейчас едем на завод где мы производим наши прозрачные видео доски для онлайн обучения мы пригласили клуб 500 ребят из сообщества клуб 500 к нам на производство чтобы ознакомиться с тем как мы собираем эти доски из чего они состоят как они комплектуются упаковываются и так далее приглашаем у вас к просмотру давайте смеем михалыч одевайтесь пожалуйста пойдемте друзья пойдем друг мы с вами находимся на территории зиму это загорская монтажная управление построена советском союзе советы построили там самостоятельно монтажное оборудование по обработке металла то есть уникальность его была в том что они могли достали толщиной 8 сантиметров гнуть в трубы ну и вот и похожие вещи делать делали это они на весь советский союз это наш новый цех который мы запустили буквально на майских праздниках мы перенесли сюда резку стекла участок резки стекла про размеры стекол которые бывают с которыми стекольные перерабатывающие заводы начинают работать это так называемый джамбо формат стекла 6 на 3 метра да и вот это линия резки стекла формата джамбо если подойдете вот ко мне поближе то увидите что здесь на рельсах есть стол который входит значит вдоль запасников наших этих карманов со стеклом и поднимаясь там влево или вправо в зависимости от того какое стекло ему нужно он знает где какое стекло стоит в какой позиции это сырые стекла вы можете видеть как они бьются как обычное стекло там обычно обычных окна заталенное стекло бьется иначе мы это с вами тоже увидим идем дальше как вы видите стекла они разного цвета какие-то зеленоватые какие-то синие какие-то там фиолетовые сюда сейчас едут к нам европейские ли две линии сборки стекла стеклопакетов формата 2 и 8 на 5 метров это обработка наша рабочая лошадка обрабатывающий обрабатывающий центр то есть полировка шлифовка отверстия вырезы умело орудующего парня вы можете увидеть он делает ручную обработку стекла это снимает напряжение старт торцов стекла перед закалкой то есть присоски позиционируются абсолютно свободным любым образом в зависимости от формы нашего стекла сейчас очень шумно заработало охлаждение то есть стекло после обработки оно там все белесое такое крошки пыли а то она приходит сюда дистиллированная вода которая проходит очистку заново замыкается в круг и стекло уже выходит вот идеально чистым можно увидеть и готовы сборки либо стеклопакеты либо в конечную продукцию дальнейшую из стекла получается либо уже готовая продукция либо чаще всего мы триплексуем это соответственно результат триплексации это элементы пули непробиваемого стекла мне кажется это один стеклопакет будет из этого составлен это формат бр-4 класс защиты автомат калашников пуля с остальным сердечником вы можете наглядно увидеть как приз происходит ну это это называется ручная сборка стеклопакетов мы уходим сейчас от ручной сборки стеклопакетов то есть вы видите что на дистанционных рамках есть такие значит клей есть такой клеющий слой который склеивает стекла между между собой затем происходит второй слой герметизации такие тем самым черным герметиком и пакет получается герметичный и защищенные от каких-либо внешних воздействий вот это вот мощные блоки вот пакеты там банально да по 180 килограмм вроде бы маленький стеклопакет а 180 килограмм весь smart жалюзи то есть мы там с вами видели стекло с изменяем прозрачности да не подключается к этой платье значит каждый ламель и управляется то есть мы сделали управление такое можно нажать кнопку и открыть например только одну ламель и в двери использовать ее как глазок это например также печать плюс smart smart пленка apple нас полноценный smart который мы например научились как димировать что мало кто делает своих контроллерах так и вот такие плавные эффекты с ним научились делать тоже интересно но вот это вот моя любимая история просто стекло и просто вентилятор стекле который я сейчас включил который работает да но при этом тут нету ни одного провода частицы металла которые находятся в виде порошка они вбиваются поверхность стекла установясь по сути одним целым со стеклом все первый провод готов и 2 сейчас припаяют чем мне нравится эта технология тем что ну действительно 220 напрямую на тепловизоре прям увидите как стекло будет нагреваться много продукции добрая половина есть не больше едет по всей стране поэтому много ящиков тоже 1 к вам компания вот эту штуку мы сделали такого таких аналогов таких решений нет стандартное подключение там обогреваемого стеклопакета в окне оно следующее что из рамы выходит просто кабель который подключается к терморегулятору обычно с датчиком температуры воздуха потом это подключается в 220 такой стеклопакет может быть продан надо продавать в каждую детскую комнату его надо прям втюхивать потому что все стараются учебные детские столы разместить поближе к дневному свету рядом с окном это квази сквозняки какое бы теплое там окно не было там ребенок с одной стороны переохлаждается там может заболевать морозы там и так далее из-за этого об этом мало кто думает от окна холодит на самом деле вот и греет такое стекло до комнатной температуры 18-20 градусов мы полностью убираем теплопотери там эквази сквозняки от холодной поверхности стекла специальные пленочные решения но это там различные тонировки это больше такая там дизайн штука здесь мы конечно там прокачиваем всякие пленки типа дихроика вот эти вот переливающиеся хамелеоны там так далее интерьерные те самые стеклянные магнитно-маркерные доски покрашенное стекло позади которого приклеивается металл то есть специальные неодимовые магниты которые мощнее чем те которые у вас на холодильнике они пробивают стекло и достают до металла из-за этого получаются магнитные свойства то есть доска все равно собирается то есть максимум одновременно собирается там две доски когда мы гоним 1 доска собирается целиком единственное что операции по сборке она между там людьми там распределяется одновременно кто-то например там занимается там раскрыл там монтажом этих монтажом гайкозаклепок там до чик 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 кто-то параллельно там всю ленту до лента вся сначала собирается отдельным узлом на столе потом уже там соединенная там спаянная подносится сюда и устанавливается непосредственно в периметр то есть сейчас из того цеха стекла приходят вот такие они приходят пленки вот она пленка до в которой мы сейчас вот этого стекла подведет вот все уже по дну стекла то есть ребята вот так вот с краев эту пленку под отклеивают и вставляют вставляют уже в периметр да это потом клиент уже там будет но отклеивать на отклеивать остальное получается здесь сырой ну то есть крайне обработанный и короче он работает в плане подсветки лучше чем полированный торец до светит лучше это не могу это не могу пока сказать если честно надо смотреть спикера и rgb подсветку мы завели на одну сенсорную панель значит чтобы не делать там два контроллера там два контроллера дал дороже чем один усилитель мы поставили усилитель это как не знаю пусковой пусковой реле там что вы хотите чтобы там в этой инструкции или в этом паспорте там все уже есть нет там она есть все там все четко надо только распечатывать технику обновить с учетом того что у нас там обновилась там сенсорная сенсорная панель там или и как и управлять там и так далее 7 досок в неделю не важно итак мы побывали на экскурсии в компаниях калева и фототех экскурсию проводил иван филоненко директор по развитию компании фототех экскурсия получилась очень насыщенной мы посмотрели инновационное производство различных стекольных изделий с вами был семён компания видео доска до встречи